Визаер 8164, готовы к пушке. Визаер 8164, вы готовы к пушке, клести, клести, токси, подключение 1. Клести, клести, токси, подключение 1. Визаер 8164. Хорошо, старт, подключите. Я думаю, все началось, когда я 17 лет, когда я впервые увидела авиаппарат, что берет. AirBeltic или VisAir? Какая авиакомпания взлетит первой? Всем привет! Вы летаете по Европе за 5 евро и смотрите наши обзоры о дешевых авиаперелетах по Европе? Хорошая новость для вас. Пока ирландский лоукостер RainAir курсирует в небе без пассажиров, поддерживая техническое состояние бортов и навыки пилотов, конкуренты из Литвы AirBeltic и венгерская бюджетная компания VisAir определились с датами выхода из карантина и запуска рейсов в ЕС. Так кто откроет сезон? Литовцы или венгры? С 1 мая VisAir планирует восстановить часть зарубежных рейсов. Как сообщает Reuters, речь идет в том числе о рейсах в лондонский аэропорт Лутон. Как заявляют представители VisAir, в числе первых направлений, которые планируются возобновить после прекращения полетов, станут также Будапешт, Лиссабон, Тенерифе, а также ряд городов Румынии. При этом о безопасности пассажиров лоукостер обещает позаботиться. В целях предосторожности члены экипажа, включая стюардесс, в течение всего полета будут в масках и перчатках. Всем пассажирам также будут вручены дезинфицирующие салфетки. При этом сами самолеты по ночам будут проходить дезинфицирующую обработку. Следом за венграми в небо поднимутся самолеты AirBeltic. Авиакомпания планирует возобновить регулярные международные рейсы с 13 мая 2020 года. В первые недели после возвращения к привычному графику самолеты будут летать в ежедневном режиме, сообщает Турсоюз. По информации организации, с 13 мая AirBeltic вновь запускает ежедневные рейсы в 14 европейских городов, в том числе в Москву, Таллинн, Вильнюс, Париж, Лондон и Хельсинки. В июне добавятся новые маршруты в популярные места для летнего отдыха, а также прямые рейсы в Ригу и Сталина и Вильнюса. К концу лета сеть полетов охватит 49 направлений, говорится в сообщении. Осталось немного, Европа откроется для туристов, и мы снова увидим наши любимые страны.